Приветствую! За окном хлещет ливень, да и снег в свое время от вот такой толщины выпадал. Поэтому самое время перебираться в сквоты и поговорить об крастпанке. Вообще, панк это субкультура борьбы. Правда, коммерческий характер поздних музыкальных групп сильно ударил по бунтовской аутентичности панков. Но есть хорошие последователи в лице крастпанков. Поэтому давайте же не будем тянуть ни минуты свободного времени и начнем рассуждать. Панк зародился в конце 1960-х, начало 1970-х годов. А вот крастпанк зародился в середине 1980-х годов в Англии. Чем мне интересны крастпанки и почему решил делать на данную тему ролик? Вообще, капитализм делает нас похожими, потому что навязывает обществу употребления иллюзию выбора. Поэтому, когда первые субкультуры стали от всего этого обосабливаться, фабрикант понял, что бунт успешно продается. То есть, вот, молодые бунтари, зайдите в наш там магазин, ларек, купите себе там кожанку, косуху, подтяжки, берцы, шнурки, любой ассортимент. Поэтому современные, так скажем, школьники панки и панки с жирными кавычками начинают и заканчивают свой бунт, если это можно назвать бунтом, покупкой кожанки в магазине. Иронично, если в элитном, как делают многие школьники позеры. Многих людей можно увидеть в кожанке, но далеко они не бунтари. Краст-панки, как сказал мой друг, это депрессивные хардкорщики, которые хотят стать автономными по отношению к системе. То есть, они не живут в жилых домах, а обитают в сквотах. Не записывают музыку на специальном каком-то оборудовании, а делают это сами на своих силах. Плюс-таки, они не играют на каких-то массовых, крупномасштабных концертах, а организуют свои подпольные места для музыки. Они, в первую очередь, не прогибаются под студией, ведь иначе ты попадаешь в списки когнитариев, которые должны продавать свой либо умственный, либо творческий труд. Многие музыканты, ученые вынуждены работать на частников, из-за чего их труд просто сливается в канаву капитала. Красты заселяли сквоты, пренебрегали личной гигиеной, что подчеркивало их аутентичность, в первую очередь индивидуальность. По образу жизни были близки к гризерам, правда, в свою очередь, красты были более радикальны. Слышал в Москве огромное количество крастов, правда, вообще сами по себе крастпанки распространены по территории стран СНГ, Англии, США и Европе. Также в Японии и в азиатской части тоже существуют крастпанки, правда, их достаточно меньше и выглядят они по-своему, то есть у них такая своя азиатская аутентичность. Крастпанки делают упор на хардкор панк, металл, трэш металл, анархорок, а также грайндкор. После чего вылилось это все в отдельное направление, как крастграйнд. Крастпанки не изменяли традициям панка, если это, конечно, можно назвать традициями. Да и сам грайндкор от момента своего существования практически не менялся, хотя это все вылилось в отдельные какие-то смежные направления, типа Киберграйнд, например, Неограйнд и многие другие. Также это все занимает вот такое некое постпанковское ложе. Существует ряд крастпанк-групп, типа Дистресс, Дум, Дискоус, Антисимикс, Антисект, Дисчардж. Данная группа вообще является основоположником такого поджанра, как Дибит, то есть это смесь хардкор и стритпанка. Также существует такая группа, как Адриана Челентана, то есть некоторые могли бы, конечно, подумать о том, что это какой-то отдельный человек, но это свое крастпанковское объединение. Также есть такая группа, как Люмен, это не тру крастпанки, но все же у них есть некоторые композиции, которые напоминают краст, потому что там есть упор на хардкор, но все же помимо хардкора у них есть еще упор на поп, поэтому это не тру, далеко не тру. Также есть такие группы, как Варбит, Верант, Варкарма, Дистант Абьюз, это как раз-таки смесь Краста и Трэш Металла. Ну и есть достаточно молодая такая группа под названием Партия. Данная группа, крастпанковская, выпустила свой первый альбом в 2008 году. Крастеры являются активными участниками ряда акций, например, Еда вместо бомб. Также крастеры могут устраивать свои акции и музыкальные мероприятия с целью сбора средств на благотворительность и помощи бездомным. Помогают им найти работу, стараются улучшить их условия жизни и обратить на это внимание со стороны общественности. Крастеры распространяют свои идеи за счет, естественно, акций, музыки и зинов. В заключении хочется сказать, что крастпанк хочет быть во многом автономным по отношению к капиталистической системе. Он живет в сквоте, занимается фриганом, пытается стать автономным полностью. Краст ищет любые методы для обхода финансовой системы, чтобы сохранить свои истоки и, в первую очередь, революционность. Краст зайдет немногим, равно как и такой музыкальный жанр, как грайнд-корр. Но в этом и прелесть. Краст никогда не прогнется под общество потребления. На этой ноте я бы хотел закончить свое повествование. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал Товарищ Анком. Также все-таки рекомендую вам заглянуть в свой Telegram-канал Товарищ Анком. Ссылочка будет в закрепленном комментарии или в разделе О канале. А вам я желаю удачи, здоровья и до скорых встреч. Всем пока!